Точный глаз и верная рука. Таким набором качеств должен обладать городошник. В Уссуриск приехали самые крепкие и стойкие мастера городошного спорта Приморья, ведь в нашем городе находится единственная сертифицированная площадка в крае. Проводить первенство региона больше негде. Этот квадрат называется городом. Деревянные чурочки в виде цилиндров – городками. Выбить все городки из города за минимальное количество попыток и есть цель соревнований. Вот только фигуры могут быть разными. Простыми, такие как колодец, пушка, звезда, ракетка или сложными, например, письмо. Письмо выбивается в лучшем случае с двух бит. С одной не выбивается. А раньше, в советские времена, его выбивали с трех бит. То есть нужно было сначала распечатать, марку выбить, а потом уже борта. А сейчас можно непроизвольно выбивать, можно с двух бит забрать. Состав участников опытный. 15 мастеров спорта СССР, несколько КМСов, разрядников. За три дня каждый должен выбить по 90 фигур. Только вот молодежи среди спортсменов не видно. Самый младший – 43-летний Павел Адамский. Конкуренты очень серьезные, заслуженные мастера. Ну, в своих силах я уверен. Они никогда не покидали. Будем лучше надеяться. План по омоложению городошного спорта у федерации есть. О возрождении прикладного вида, который отлично развивает меткость и бросковую технику, побеспокоились в Москве. Министерство обороны включило городошный спорт в образование кадетских корпусов и суворовских училищах. Кстати, здесь, в Уссурийске, именно непосредственно много суворовцев приводят специально на городошную площадку. Здесь специальный тренер с ними занимается. В итоге норматив кандидатов в мастера спорта выполнили трое спортсменов, среди которых уссуриец Юрий Хан. А первое общекомандное место увезли городошники Большого Камня. Второе отправилось в Находку и третье – в Лесозаводск.